Силовики продемонстрировали главе Карелии технику, которая состоит на вооружении Нацгвардии. Бронеавтомобиль «Тигр» защищенный от взрыва в горец, созданный на базе КАМАЗа. У нас одна такая техника, да? Это вот первые образцы поступают на вооружение, еще да, на данном моменте подразделение только одно. В этом году? Поступила в прошлом году. В прошлом году. Что, вы используете когда-нибудь, нет? В городских условиях здесь, для выдвижения десанта, да. Также была продемонстрирована техника, участвующая в разминировании. Машина полностью автономная, как бы, то есть полностью все присутствует. Полноприводная или переднеприводная? Нет, только переднеприводная, да? В среднем группа за год уничтожала где-то на полутора тысяч боеприпасов. В Великой Отечественной войне не считая того, что уничтожали. Подоживаете в основном месте или вы будете возить на расстраживание сейчас, да? Нет, не вывозим, то есть складируем, уничтожаем. Моя гражданская специальность – производство боеприпасов, поэтому я родственник вам. Прекрасно. Александр Худилайнин познакомился с оружием и обмундированием бойцов Нацгвардии. Майпера, штурмовика и бойца обезвреживающего взрывные устройства. Он держит ударную волну, раз, потом осколочные элементы до 515 метров в секунду. То есть при расстоянии 2,5 метра, если скорость осколка будет 515 метров в секунду, он выдержит это композитное вещество. Понятно, что мир не стоит на месте, техника двигается, технологии двигаются. И то, чему нас обучали в 70-х годах, оно, конечно, безнадежно устарело, хотя базовые вещи остались. Тоже автомат Калашникова, который сегодня модернизирован в виде других образцов вооружения, которые сегодня поставлены на службу Национальной гвардии. Ну, конечно, это, так сказать, уже более современное стрелковое оружие, технические средства, технику, которую мы во дворе посмотрели. Понятно, что сегодня Нацгвардия может выполнить любую поставленную задачу, имея такую технику, как бы не защищались супостаты, что бы они ни придумали, все равно сегодня специалистов готовят как теоретически, технически, так и поставляют современные средства вооружения.